год назад тому было у меня видео о кизеле отводок этот от кизела сорта грушевый называлось это видео начало жизни вечного дерева четырехлетка тогда линии ему 5 лет смотрим урожай как я и говорил с каждым годом он увеличивается геометрической прогрессии обратите внимание поздно я кинулся нападало сколько я надо бы их убрать растет отводок рядом с яблони вот видим ствол и и в тени и никто никого не угнетает яблони этой 10 лет и проживет она от силы еще наверно ну лет наверно 30 а может быть 40 а кизил будет жить 300 400 лет еще раз на него глянем и будет радовать не одно поколение обязательно заведите себе кизил растение это довольно неприхотливое выдерживает морозы никакого ухода особого не требует обрезок опрыскивание и чего-нибудь подобного и очень рентабельно это растение как-то его сравнивал что по рентабельности кизил выше винограда и вот хочу еще отметить что косточковые породы всегда уживается с семечками смотрите пара какая кизил и яблоня а сейчас плавно мы перейдем к винограду сапирави из года вот радует он и показывает высокий урожай есть у меня по годам видео и не было ни одного года чтобы он не дал урожай урожай высокий посмотрите какой он красавец вино из него непревзойденное вот эти все новоделы там которые требуют десятки химобработок это просто какая-то ересь я считаю но это не ересь это пытаются вот этими всякого рода новоделами у людей выманывать деньги но не стоит вот эти новые сорта этих старых проверенных винных сапирави северный аркоцители было у меня на канале так вот докладывая за более чем 30 лет он у меня во дворе никаких хим химобработок никаких удобрений никаких поливов влага только природная ну вот единственный недостаток птицы его любят для этого служит сеть очень эффективная защита очень ценное свойство винного винограда обходиться без многочисленных химобработок это я он накапливается в ягодах а потом переходит в вино и в конечном счете очень вредит человеку вот прошу вас ищите вот проверенные винные сорта винограда который не требует вот этих обработок серой даже ну а медный купорос это вообще я считаю я надо его выводить из домашнего виноградарства и виноделия только устойчивый виноград должен применяться для производства своего качественного домашнего вина желаю вам всего хорошего пусть качественное вино украшает ваш стол